1, 2, 3, 4 Приветствую всех! Как вы уже, наверное, догадались по такому красивому натюрморту у меня на столе, сегодня мы будем разговаривать о спицах. Я сделаю обзор набора Gratitude Mindful, вот он у меня лежит и ждёт своего часа. Но прежде чем начать, хочу вас предупредить, что это видео будет, наверное, самым хайповым видео из всех моих роликов, которые я выложила на YouTube. И, наверное, даже всех тех, которые есть у меня в Instagram. Хайповые потому, что эта серия спиц от KnitPro вызвала огромные разногласия среди рукодельниц. кто-то просто с ума сходит от красоты такой, а кто-то говорит, что больше эти спицы в руки брать не будет. Я же хочу рассказать свою собственную независимую ни от кого точку зрения. пользуюсь я этими спицами, в том числе и набором, уже практически месяц, может быть, даже больше немножко. Думаю, что такое довольно длительное время использования набора даёт мне небольшое право рассказать вам о том, понравились ли они мне лично или нет. видео. Хочу напомнить, что вы находитесь на канале Татьяны будет интересно. Также вы можете посмотреть все мои описания, которые представлены на сайте. Ссылку на него я тоже, конечно же, оставлю. У меня есть описание вязаных изделий как на русском, так и на английском языке. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Отвечу на все. Еще хочу ответить на тот вопрос, который мне задали уже не один раз под предыдущим видео, а именно где можно получить такой большой сет для обзора. Честно говоря, я не знаю, можно ли его получить через собственный запрос. Обычно, ну, по крайней мере, со мной это так работает, мне пишет магазин или фирма-производитель и предлагает прислать свой товар на обзор. Если я согласна, то они мне его присылают и я снимаю видео на YouTube, делаю обзор в Instagram, в Telegram и на всех своих площадках, которые у меня только есть. Поэтому ничего не могу в этом смысле посоветовать. Я никогда самостоятельно никому не писала с предложением прислать мне какие-то продукты на обзор. Единственное, что я могу посоветовать, если вы хотите приобрести такие спицы или аксессуары из коллекции Mindful, то вы можете посмотреть в списке дистрибьюторов на сайте производителя ближайший к вам магазин. Если в вашем городе нет дистрибьютора, вы можете заказать такой набор или отдельные спицы онлайн. Я уверена, что сейчас эта серия есть практически во всех рукодельных магазинах, потому что она, несмотря на разнообразные критические и не очень отзывы, сейчас очень популярна. Хочу на всякий случай еще раз напомнить, что все, о чем я говорю в своих видео на своем канале, это исключительно моя точка зрения. Она может совпадать с вашей или нет. Я открыта к конструктивной критике, возможно, какие-то моменты, касающиеся этих спиц, я еще не увидела и не учла, а вы хотели бы их рассказать, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях. Я ничего не имею против, только буду рада с вами все обсудить. Но давайте будем друг друга все-таки уважать и оставлять вежливые комментарии. Я думаю, что на этом мое уступление закончено, и вы уже с нетерпением ждете, что же я такого вам расскажу. Если честно, перед тем, как начать снимать видео, я сразу думала о том, как его назвать. Просто обзор спиц Mindful – это как-то не очень интересно. Я думаю, что, скорее всего, названием этого ролика будет спицы Mindful, от любви до ненависти и обратно, что-то в этом роде. Потому что, когда я только увидела этот набор, не конкретно мой набор, а вот именно все аксессуары, все спицы, которые входят в серию Mindful. Мне очень хотелось попробовать новые тросики, которые предлагает Knit Pro. Тросики без эффекта памяти и с вращающимся стаканом. Я очень люблю вращающиеся стаканы. Мой последний набор, который является на протяжении двух лет моей рабочей лошадкой. Вот они здесь лежат, мои любимые Хая-Хая. Именно там я впервые попробовала такой стакан и поняла, что другими спицами мне вязать уже сложнее. Вот эти спицы, которые я сейчас ввела в руки, это неразъемные спицы и здесь стакан не вращающийся. Забегу вперед, скажу, что на этих спицах мне вязать менее удобно, чем на разъемных спицах из набора с вращающимся стаканом. Это просто game changer, то, что меняет все. В общем, давайте по порядку. Сейчас я отложу пока эти спицы и все-таки перейдем к набору, потому что сегодня я хотела разобрать именно его. Мои первые впечатления – это была любовь с первого взгляда ко всем аксессуарам. Это очень красиво. И что же там такого, что вызывает такие бурные дискуссии в нашей рукодельной среде? Давайте посмотрим на сам набор. Набор придет к вам вот в такой сумочке. Я не знаю, что это конкретно за материал, но это какой-то натуральный материал. Она похожа на холщовую сумочку. Очень приятная на ощупь и очень такое аутентичное на вид. Мой набор, повторюсь, называется Gratitude. Это набор спиц длиной 13 см. Я не вяжу укороченными спицами, поэтому такой набор для меня просто то, что доктор прописал. Давайте, пока я не открыла набор, посмотрим, что в него входит. У меня есть вот такой небольшой буклет. Большой буклет я показывала вам в предыдущем видео, а это такой уменьшенная версия. Здесь находится описание разнообразных продуктов, входящих в серию Mindful. Это спицы и обоюдоострые, неразъемные, разъемные, прямые. Их тут очень много. Всяческие аксессуары, как вы можете видеть. Давайте перейдем к моему набору. Вот такой набор пришел ко мне. Сюда входит 12 пар спиц от троечки до 12 миллиметров. Размеры идут с шагом в полмиллиметра до шестерки, дальше через один размер. Тройка, три с половиной, четыре, четыре с половиной, пять, пять с половиной, шесть. И далее уже через размеры спицы шесть, семь, восемь, девять, десять и двенадцать. Помимо самих спиц, в набор, конечно же, входят и аксессуары. Это четыре тросика разной длины. Я обязательно подпишу тросики какой длины точно входит в набор. Дело в том, что я активно вяжу этими спицами и тросики смешались с теми, которые мне прислали отдельно. Поэтому я не помню просто какие там были изначально тросики, но судя по описанию, их было четыре. Также в набор входит шесть заглушек, четыре ключа, один коннектор, линеечка, калибратор, две иголки и десять, десять, тридцать, пятьдесят маркеров разных. Сейчас я вам все покажу, все, что входит в этот набор. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правда? Вот так выглядит набор внутри. Все аксессуары находятся вот в такой симпатичной сумочке. На чехле, как и на всех спицах и всех аксессуарах, есть рисунок мандалы. Очень симпатичный чехол. Он тоже из какого-то натурального материала. На всех спицах, конечно же, есть какие-то вдохновляющие названия. Сейчас не могу все спицы перевернуть, но вот что видно, то видно. Давайте возьмем какую-нибудь одну спицу и посмотрим ее поближе. Это шестерочка, и на ней написано PIS. Хочу отметить, что все названия, все вот эти рисунки, опять видите, здесь мандала, все размеры, логотип фирмы-производителя, все это гравировка. Это не краска, она не сотрется. И это огромный плюс. Я очень не люблю спицы, у которых вот это вот все стирается. Очень надеюсь, что со временем также никуда не денется покрытие самой спицы. Я вообще не знаю, если честно, это покрытие или она такая монолитная, но на первый взгляд, и на второй, и на третий, по крайней мере, пока вяжу, она, мне кажется, очень качественно сделанная, именно сама спица. Также из плюсов, которые мне зашли, это кончик этих спиц. Посмотрите, он не очень острый, но в то же время не тупой. Для меня это просто идеальный кончик. Это один из самых больших плюсов, которые я нашла для себя в спицах Mindful. Я не колю ими пальцы. За все то время, которое я ими вяжу, ни один палец не пострадал. В буквальном смысле этого слова, как видите, никаких ни царапин, ни трещин нет. Когда я вяжу тонкими спицами от Хая Хая, например, они мне очень нравятся, я их очень люблю, я постоянно ими вяжу, но их кончики настолько острые, что практически постоянно мои пальцы исколоты. Что не умаляет моей любви к этим спицам, но пользуюсь набором Lace, я все-таки реже, чем обычным. Именно из-за острых кончиков. Принесла я спицу из моего первого набора Knit Pro, набор Royal. Видите, она до сих пор жива-здорова, все с ней хорошо, как и со всем набором. Кстати, можете посмотреть обзор моих первых спиц, он тоже есть на этом канале. Это три с половиной, кстати, посмотрите, надпись этих спиц никуда не делась, вот она. Хотя этим спицам уже около пяти лет, может быть даже чуть больше. Берем такую же спицу из набора Mindful. Кстати, мне очень нравится, что в чехле все слоты для спиц подписаны, и это тоже не краска, это, насколько я могу понять, вышивка. То есть эти надписи никуда тоже не денутся. Очень хороший чехол, потому что с чехлами не у всех порядок, у Knit Pro в этом смысле все отлично. Итак, давайте возьмем одинаковые спицы и посмотрим на их кончики. Две спицы одинаковые. Из набора роял спицы слева, из набора Mindful спицы справа. Сам кончик у спиц Mindful длиннее. Вот здесь он покороче. Посмотрите, вот здесь начинается кончик у спиц из набора рояль, а вот здесь начинается кончик у спиц из набора Mindful. Длина кончиков все-таки разная. И вот эта спица мне комфортней в работе. Хотя и вот эта была тоже хорошая, и есть хорошая. Я и буду, думаю, вязать. По длине спицы из набора Mindful короче, но длина спиц 13 см указывается вместе со стаканом. Когда я прикручу сюда леску, то длина спицы будет как раз 13 см. И, собственно, давайте мы это сейчас сделаем и посмотрим, чтобы не быть голословной. Спица из набора рояль, она чуть короче 13 см без лески, без стакана. Спица из набора Mindful чуть короче 11 см без лески. Возьму коротенькую леску и присоединю спицу. Смотрим. Длина спицы со стаканом 13 см. Здесь все как в аптеке. Давайте попробуем прикрутить старую спицу к новой леске и посмотрим, что получится. И получилась у нас прям длинненькая такая спица, но посмотрите, как она идеально вошла в стакан. Это значит, что спицы из разных наборов от Knit Pro подходят к любым лескам. И это очень здорово. Какая же длина у этой спицы теперь получилась. Мне кажется, она прям будет длинная-длинная, да. Больше 14 см. 14,5 см примерно. Мне кажется, мне бы это было даже удобно. Но, конечно, специфическая длина для круговых спиц. Но, тем не менее, почему бы и нет. Если мы начали говорить о спицах и сравнивать кончики, давайте попробуем сравнить кончики со спицами Хая Хая и Чао Гу. Ну и давайте смотреть. Вверху спица Mindful, внизу Хая Хая Лейс. Конечно же, у Лейс кончик намного острее. Хотя, сами кончики очень похожи по длине. И вообще, спицы сами, я вот сейчас их держу в руках, они похожи между собой по качеству и по ощущению в руке. Давайте возьмем еще спицу Чао Гу. У меня, правда, нет большого набора. У меня только есть такой маленький, но кончики у него вполне показательные. Смотрите, вверху Чао Гу, внизу Mindful. Если честно, мне кажется, что кончики очень похожи. Практически одинаковые. Ну и, естественно, если я возьму троечку из набора Лейс Хая Хая, то она будет, конечно же, острее. Три спицы. Вот здесь Хая Хая Лейс, Knit Pro, Чао Гу. С Чао Гу практически идентично. Я удивлена, если честно. Единственное, у Чао Гу тоже сам вот кончик покороче вот это вот расстояние. Но, в принципе, очень-очень похожие спицы. В чем еще разница между спицами этих производителей? Кстати, по длине, посмотрите. По длине Хая Хая и Knit Pro практически одинаковые. За тем исключением, что резьба для вкручивания в леску у Хая Хая находится на спице, в то время как у спиц Knit Pro наоборот леска вкручивается в спицу. Вот видите, у Хая Хая резьба находится на самой спице. Здесь наоборот. То есть спицы Knit Pro соединяются с леской вот так. Вкручиваем леску в спицу, а Хая Хая наоборот. Вкручиваем спицу в леску. И здесь происходит все наоборот. Вот так они выглядят, если сравнить вместе с леской. Длина абсолютно одинаковая этих спиц. Степень надежности соединения, мне кажется, тоже, в общем-то, идентичная. Единственное, что и сейчас мы перейдем с вами к тому самому хайповому моменту, который озвучивают все рукодельницы, и о котором мне писал не один человек. Я была очень, на самом деле, расстроена, когда мне это написали, потому что я сама не предполагала, что такой момент может быть у производителя, такого известного. Но, девочки, мне сказали, что соединение спицы с леской не совсем идеальное. Есть там небольшой зазор. Видно вам, есть действительно он или нет визуально. Что я хочу сказать. Соединение действительно могло бы быть более гладким. И да, я действительно столкнулась с тем, что при вязании на тонких спицах, на троечке в основном, петли действительно цеплялись вот за этот небольшой зазор между леской и спицей. Но, как видите, он совсем крошечный. Поэтому при вязании спицами больших размеров, вот я вязала, допустим, четверкой, давайте прикрутим спицу побольше, и вы поймете, о чем я говорю. При вязании на спице большого размера стык совершенно не ощущается. У меня не возникло никаких проблем при вязании нескольких изделий. Сейчас у меня три изделия точно находятся в работе. И вяжу я. Специально решила вязать на спицах нитпро, для того, чтобы иметь возможность вам рассказать о своих впечатлениях. При вязании на спицах большого размера никаких проблем со стыком у меня не возникает. Вот абсолютно никаких. Я думаю, что вы столкнетесь с этой проблемой, если вы вяжете плотно, если вы вяжете на маленьком размере спиц. От четверки и выше таких проблем практически нет. Поэтому для меня этот нюанс совершенно не стал критическим. Я не брошу использовать эти спицы. Они мне нравятся. Как сами спицы, мне очень комфортно ими работать, удобно держать их в руках. Мне нравятся их кончики, повторюсь, которыми я совершенно не колю себе пальцы. И самое главное, мне очень удобно работать с этими лесками. В вязании, в работе, это действительно очень удобно. У меня абсолютно не возникает никаких перекручиваний, и в моей руке проще так работать. И я смогла это понять, знаете, когда? Прям наглядно ощутила. Когда взяла в работу спицы mindful, но не разъемные. Это просто небо и земля. Когда я перешла на вязание этими спицами, я поняла, насколько удобен вращающийся стакан. Потому что вот вроде бы те же спицы, тот же размер, тот же производитель, но этими спицами вязать мне неудобно. Если только это какое-то большое изделие по кругу, никакого Magic Tupa, конечно, с ними не получится. К тому же сама леска, посмотрите, какая здесь толстая. Может быть, еще из-за этого мне было не очень удобно. Она менее пластичная, чем вот такая тоненькая леска. Я думаю, вы видите разницу. Вот этот тросик толще, этот тоньше. Конечно, тросики, которые потоньше, они более удобны в работе, они более мягкие. Они подойдут и для вязания Magic Loop'ом. Пробовала уже, вяжу сейчас рукав. Кстати, принесу изделие и покажу вам, как это все выглядит, чтобы не быть голословной. Принесла свою работу. Как видите, вяжу я ее действительно на спицах Mindful. Вот зазор, который образовался из-за того, что я сама плохо закрутила спицу. Ее нужно очень хорошо закручивать, и тогда проблем у вас не будет со стыком. Ничего цепляться не будет. Смотрите, вот я спицу туда-сюда вожу. Как видите, ничего не цеплять. Могу даже подальше ее продвинуть, чтобы уж совсем туда-сюда ездим с петлями. Все в порядке. То же самое на более тонкой спице. Вот никаких проблем с продвижением, выдвижением спицы сквозь петли у меня нет. Возможно, больших проблем со стыком я не испытываю из-за того, что вяжу не очень плотно. Если вы вяжете так, что у вас прям петли на спице аж скрипят, когда вы вяжете, то проблемы будут. Но боюсь, что они будут с любыми спицами, не только с Нитпро, потому что у Нитпро не самый ужасный стык. Хотя, конечно, погрешность небольшая есть. Вот я даже сейчас смотрю на эту спицу. Есть немножечко сдвиг в какие-то там сотую часть миллиметра. Но лично мне проблем не доставляет. Мне намного более важен комфорт от самих спиц, от кончиков, которыми я ничего себе не прокалываю. Мне нравится вот этот длинный кончик. Им очень удобно подхватывать рабочую нить. Сейчас даже покажу вам, собственно, как я вяжу. Провяжу ряд. Без каких-то проблем с вязанием. Как я сказала, все аксессуары в наборах сложены в такую красивую сумочку с мандалами. Все в этой серии украшено красивыми рисунками. Посмотрим все-таки, что же входит в сам набор. В набор входит 4 тросика. У меня сейчас их тут 2, потому что все остальные в работе. Тросики разной длины. Также в набор входит вот такая линейка. Очень симпатичная. Которая, если честно, выполняет только функцию украшения. Потому что производитель Нитпро о нас с вами подумал и подписал размеры на всех спицах, что очень облегчает работу и очень экономит время. Поэтому эта линейка просто вот такая для красоты. На фотографиях будет хорошо выглядеть, опять же. Также в набор входит маркеры разного размера. 50 маркеров. Это прямо очень приличное количество для набора. Обычно маркер входит намного меньше. Маркеры, посмотрите. Так, сейчас иголочки вам тоже покажу. Оголочки тоже входит в набор. Маркеры совершенно разных диаметров. Очень, кстати, тоже приятные маркеры в работе. Я ими с удовольствием пользуюсь. Две иголочки также вы получите вместе с набором. Довольно толстенькие. Думаю, они больше пригодятся для сшивания каких-то крупных изделий. Конечно же, заглушки. Их шесть штук. Вот покажу вам несколько. Заглушки тоже с мандалами, с красивыми рисуночками. И также, так как в кармашке у меня больше ничего нет, вот здесь у меня сложены маленькие детали. Это коннектор, с помощью которого вы можете удлинить леску, соединить ее края. И несколько ключиков. По-моему, в набор их ходит четыре. Ключики вот такие. Ну, ключики есть, честно, обыкновенные. Они выполняют свою функцию в любом обличье. Ну, вот в данном случае такая бусинка на конце ключика находится в этом наборе. И что я хочу сказать всем, кто будет пользоваться спицами, серии Mindful, обязательно хорошо закручивайте спицу. Хорошо прикручивайте ее к леске. Потому что очень часто именно проблема со стыком возникает не из-за погрешности производителя, а из-за того, что вы не докрутили спицу. Она у вас не плотно сидит в стакане. Поэтому использование ключика обязательно в этом случае. Иначе спица может раскрутиться. Ну, и, соответственно, вы будете испытывать дискомфорт при работе. Что я могу сказать в завершении моего сегодняшнего обзора спиц Mindful набора Gratitude. Мы все с вами разные. У нас разные ожидания, пожелания, ощущения. У нас с вами разные руки. Кому-то удобнее вязать на более длинных спицах, кому-то на более коротких, кому-то неудобно вязать на тоненьких спицах, кому-то наоборот. Все, что больше пятерки, кажется оковалками. На вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Мне этот набор понравился. Несмотря на некоторые нюансы, о которых говорили мне и вы, которые я сама ощутила и рассказала в этом видео, вязать на спицах этой серии мне удобно и комфортно. Смотрите обзоры других блогеров, потому что собрать разные точки зрения всегда бывает полезно. Лично для меня, я думаю, это будет еще одна рабочая лошадка. Как и Хая Хая, как и уверены были бы Чао Го, если бы у меня был большой набор. Эти спицы достойно займут свое место в моей коллекции спиц. Точнее, они уже заняли свое достойное место и будут служить мне верой, правдой и долгие годы. Всем вам я желаю творческих успехов. Выбирайте самое лучшее и самое удобное лично для себя. Вот таким, возможно, немножко сумбурным получился мой обзор. Но я думаю, что я успела рассказать все то, что хотела и показать все то, что хотела. Очень надеюсь, что если вы уже приобрели набор, он вам понравится и вы сможете с таким же комфортом, как и я, с ним работать. Если вы еще не приобрели набор, но думайте об этом, я бы посоветовала вам приобрести какие-то спицы отдельно, не вкладываясь сразу большими суммами в наборы, потому что мы с вами знаем, что наборы спиц стоят недешево. Приобретите какие-то ходовые номера спиц по одному, скажем, из набора от Mindful, из Хая Хая или Чау Гу или, возможно, каких-то других производителей о приобретении спиц, которых вы думаете, и сравните в работе эти номера. Главное, берите, конечно, те размеры спиц, которыми вы пользуетесь постоянно, чтобы они у вас не лежали, не ждали своего часа, а прям сразу вошли в работу. Это будет для вас наиболее показательно, лучше любого блогерского обзора. Ну, а я надеюсь, что в свою очередь сделала все, что смогла и рассказала все нюансы, которые могла. Вот у меня даже уже голос под конец видео стал подседать, а это значит, что я уже очень много наговорила, поэтому давайте прощаться. Надеюсь, что в ближайшее время смогу выложить еще несколько интересных видео, а они у меня уже готовы. Осталось только сделать монтаж, на чем я всегда спотыкаюсь, потому что монтаж это самая сложная и долгая работа, когда сводишь все кусочки информации воедино. Но надеюсь, что я себя пересилю все-таки все сделаю наконец и выложу видео, в котором я рассказываю о новинках, которые я вижу сейчас, которые у меня в работе, которые у меня уже готовы, покажу их вам, а также покажу интересную пряжу. Я уже говорила об этом, у меня действительно уже отснят на видеоматериал, но какие-то маленькие кусочки осталось добить. И надеюсь, что я это сделаю в ближайшее время. Все, я уже перешла на шепот, а это значит, что видео надо завершать. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто оставляет комментарии, кто ставит лайки, кто сохраняет мои видео. Это действительно помогает мне продвигать эти видео, так как мой канал достаточно молодой и такая поддержка для меня очень важна. Большое вам спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok